Всем привет, вы на канале А ну-ка Давай-ка. И сегодня мы будем писать письма Деду Морозу. Я уже жду пушистиков, но их все еще нету. Поэтому пойдемте их поищем. Приветик, что делаешь? Да вот мусей караулю. Уже неделю ни одной мышки не появлялась. А это типа твоя приманка? Целая бочка кукурузы. Ну да, я походу всех мусей выловила. Совсем скукота. Кстати, я наверное придумала, что попросить у Дедушки Мороза. Пойдем скорее. Ну что Мурочка, выбирай чем писать будем. Давай вот этим красным карандашом. Этим? Стой, надо его проверить. Он не наточен. Это обратный конец, смотри. Давай я коготками наточу. Ну что, получилось? Да. Так, как бы начать. Здравствуй или привет. Мы же вроде как уже знакомы, но он же старше меня. Ладно, писи. Здравствуй, дорогой Дедушка Мороз. Дочка. Пишет тебе Мурка. Помнишь меня? В этом году я хорошо себя вела в школе котов. И получала хорошие оценки. Я так хорошо научилась ловить мышей, что переловила всех в округе. И теперь мне некого ловить. Мог бы ты сделать так, чтобы у нас мысли не заканчивались. О, и надо поблагодарить. Напиши, большое спасибо. Готово, проверяй. Так, я хорошо училась, переловила всех мышей. Большое спасибо. Вроде бы все правильно. Тогда выбирай украшение для письма. О, а можно мне вот эту елочку со звездочкой? Анют, ты смотришь? Что? Извини, я отвлеклась. Эту елочку? Нет, ну вот эту со звездочкой. А, эту? Да, вот эту. Тут еще и мыска в тему. Кстати, новый 2020 год это год крысы. Ты знала? Чего? Нет, конечно. Придумают тоже мне. Так, чего-то не хватает. Может нарисовать что-нибудь или вот смотри какой бандит. Погоди, давай вот этих блесток добавим. А кисточки эти тут зачем? Ну, одна для клея, а вторая для блесток. Тут одна чем-то интересно пахнет. А? Эй, не жуй кисточки. Это, наверное, из натуральных волосков. Вот тебе и пахнет. Выбирай лучше блестки. Ну, мне вот эти нравятся. Вот эти, смотри. Ммм, хороший выбор. Золотые блестки очень сюда подойдут. А то, сейчас я их открою. Не получилось. Помощница ты моя. Чтоб блестки держались намажем письмо клеем. И посыпем все хорошенько. Ну что, тебе нравится? По-моему, классно получилось. Вот такое письмо получилось у Мурочки. Осталось только заполнить конвертик. Да, точно, сейчас принесу. В этом году у нас конвертик с мышкой. Как всегда вырезаем, складываем и заполняем. От кого? От Мурочки. Откуда? Город Кобрин, Республика Беларусь, канал Ану-ка Давай-ка. Кому? Деду Морозу. Куда? На Северный полюс. Ребята, если кому-то нужен конвертик или рисунки для письма, вы найдете их в нашей группе ВКонтакте. Мурочка, как пойдешь, позови, пожалуйста, Пупсю. Ага, хорошо. Ой, хе. Ух ты, сколько у вас тут всего интересного. И маркеры разные. А там что? Пупсяш, давай писать. А, точно. Ты уже придумала, что попросишь у Деда Мороза. Да, такую лизаночку мягкую. Как думаешь, можно попросить? Конечно, милая. Ой, ну хорошо, тогда пиши. Дорогой Дедушка Мороз. Так, надо же поздравить его. Пиши. Поздравляю тебя с наступающим 2020 годом. Желаю, чтобы ты никогда не болел и чувствовал себя хорошо. Подари мне, пожалуйста, мягкий домик, в котором я буду спать. И подписи, Пупся. Все готово. Да, только нужно чем-то украсить, чтобы Деду Морозу понравилось мое письмо. Может вот такой домик подходящий, смотри. О, прикольно, да. Только надо что-нибудь еще. Может елку какую-нибудь. Вон у сколько тут. Ну, выбирай, какая тебе нравится. Вот, вот эта. С красной звездочкой. И гирлянды еще. Эй, ты что делаешь? Клей размазываю, чтобы елочка твоя не отлетела. А, хорошо, про гирлянды не забудь. А, нюд, у меня лучшее письмо на совете получилось. Ха-ха, сейчас конвертик заполню еще и можно звать малыша. Ребят, а вы уже написали письмо Деду Морозу? Написайте в комментариях, какой подарок вы хотели бы получить на Новый год. Ну, если, конечно, это не хитрят. А может все-таки коробку как-то переключить? Или эту? Наверное, все-таки ее. Эй, малыш, что делаешь? А, а я тут подарок выбирал. Уже моя очередь, пойдем. Хочешь выбрать, чем писать будем? Ручкой или карандашом? Давай карандашом. Каким? Синим. Хорошо. Ты его поточить случайно не хочешь, как Мурка? Так что ли? Ап. Хе-хе, сладкий ты мой кот, диктуй. Привет, Дедушка Мороз. Хочу сказать тебе спасибо за прошлогодние подарки. Особенно за сосисочную гирлянду. Было очень вкусно. В этом году я бы хотел попросить у тебя многоуровневую игрушку с шариками. Заранее большое спасибо. Я целую неделю выбирал. Хе-хе. И подпиши, кот-малыш. Малыш, точка. Ну, готово. Давай теперь украшать. Вот смотри сколько у нас тут рисуночков. А давай вот эти подарочки приклеим. Они такие большие. А может еще вот эти? Или будет уже за много? Раз, два, три, четыре. Многовато. Значит эти подарки и кота. И подарок. Да, можно же так? Конечно, подарки и этого кота. Да. Хорошо. И эти ягодки. Ну и хватит, наверное. Ягодки. Прикольные, правда? Очень здорово получилось. Одна ягодка лишняя. Смотри, ты доволен? О, красота. Многоуровневая игрушка для шариков. А давай блестки еще насыпем. Хе-хе. Давай. И какие больше подойдут к моему письму? Красные или зеленые? А может черные? Или розовые? Золотые? О, фиолетовые. Вот эти. Класс. Давай их. Ты про эти? Да, да. Классные, правда? О, красота. Сыпь побольше, чтобы все блестело. Замечательно получилось. Молодец, малыш. Надеюсь, понравится. Брррр. Так, пойду рыжульку искать. Эй, рыженькая, ты чего грустишь? Да вот хочется новую игрушку, а не знаю какую. А ты попроси игрушку сюрприз. А что, так можно? Конечно, пойдем. Выбирай, чем писать будем. Этой ручкой, держи. Так, хорошо, диктуй. Ммм, здравствуйте, Дедушка Мороз и Снегурочка. Поздравляю вас с наступающими праздниками. Я бы хотела у вас попросить какую-нибудь необычную игрушку, которая меня удивит. С любовью, Рыжуля. Ну, вроде бы все, смотри. Надо бы чем-то украсить. Хе-хе, вот смотри, у нас тут куча рисунков, можешь выбирать любые. Да? Давай вот этот мешочек с игрушками. Давай. О, отличный выбор, как раз подходит к твоему письму. Ммм, и больше ничего не будем наклеивать. Минимализм это тоже красиво. Ребята, а вы уже поставили лайк под видео? А то я чувствую, что-то не поставил. А то сейчас придет Баффи и расстроится. Выбирай, чем будем писать письмо. Так этим не хочу, этим тоже. О, красный, думаю, подойдет. Отличный выбор, а теперь диктуй, что мне писать. Пиши. Здравствуй, Дедушка Мороз. Пишет тебе кроля Баффи. И я очень люблю петь. Приходи к нам в гости. Я спою для тебя песенку. Дальше пиши зеленым. Хорошо, а что дальше писать? А в качестве подарочка для меня возьми, пожалуйста, с собой коробочку вкусняшек. Очень тебя ждем. Ну вот, готово. А теперь выбирай украшения. Хочу вот этот стаканчик с вкусняшками. Они аппетитно выглядят. Ахах, отличный выбор. А чем еще украсим письмо? Мне понравились эти маркеры. Давай ими что-нибудь. Выбирай цвет. Хочу, чтобы ты этим красным нарисовала конфетку с бантиком. Звучит сложновато, но я попробую. Да уж, получился какой-то цветок в форме сердечка. Надеюсь, Баффюша не расстроится, когда я ей его покажу. О, мне нравится. Правда? Ты не шутишь? Не шучу. Я еще хочу, чтобы ты нарисовала фиолетовые сердечки. Хорошо, с сердечками я точно должна справиться. Ну вот, готово. Теперь пришло время заполнить конверт. Ой, ну подожди, мне срочно нужно почесать носик, а то очень хочется чихнуть. Все, чихунчик отступил. Можем продолжать. Складываем Баффюшина письмо ровно посерединке. И кладем его в уже подписанный конверт. Останется только склеить его, и письмо готово к отправке. Ну а для надежности я сама лично положу свое письмо в стопочку к остальным. Только нужно будет немножечко подождать, пока я до него доберусь. Привет, друзья. В этом году и я решил написать свое письмо вместе со всеми. Здравствуй, Дедушка Мороз. Пишет тебе Андрей. В этом году я хочу попросить для всей нашей семьи и наших подписчиков немного твоего волшебства, чтобы с помощью него у всех нас бывали самые заветные мечты. Большое спасибо. А теперь нужно украсить письмо. Думаю, такой олененок с подарком мне подойдет. Но так как просьба у меня большая, то и подарочков должно быть много. А сверху письмо украшаем двумя звездочками. Ну вот, все готово. Пришла и моя очередь написать свое новогоднее письмо. Что ж, давайте начнем. Здравствуй, Дедушка Мороз. Я знаю, что я уже большая девочка, но все же очень хочу написать тебе. Сделай, пожалуйста, так, чтобы на Новый год у нас выпал снег. А еще хочу попросить здоровья для всех-всех-всех. От Анюты. Теперь украсим письмо. Мне нравится вот эта девочка, одетая в теплую шубку, валенки и варежки. Приклею ее. Дополню свое письмо снежинками, которые придадут настоящее зимнее настроение. Приделю их на листики, чтобы выглядело все красиво и приклеиваю. Письмо готово. Мне кажется, оно получилось симпатично и должно понравиться Деду Морозу. Ну вот, все письма написаны, пойдемте их отправлять. Так, все симписем у меня. И мы как всегда воспользуемся волшебной почкой Деда Мороза. Бросаем письма в свой же ящик и ночью они исчезают. Правда, малыш? Да, я в прошлом году пытался посмотреть, как они исчезают. Но не получилось. Но это не важно. Я уже жду мою птогауровневую игрушку и Новый год жду. Потому что мне супер весело. Малыш, подвинься. Ты где? Зай, не слезай. Ребята, если вам понравились наши письма, то обязательно поставьте лайк. Мда, и подпишитесь на канал. Кто еще не подписан. И нажмите на колокольчик. А на сегодня у нас все. Всем пока и до скорых встреч! А вы уже смотрели это видео? Мне кажется нет. Скорее нажимай. А, уже смотрели? Тогда жми сюда и выбирай другое. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...